Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Ганн. И мы продолжаем разговор, ну или точнее скорее даже монолог о моей творческой философии. Сегодня мы продолжим разговор про музыку, про гитару. Нас ждет вторая подглавка, называется она ритм. Лично я считаю, что ритм в электрогитаре и в гитаре в целом. Если не основное понятие, то одно из основных, основополагающее. Без ритма не было бы рока. Рок очень, если мы говорим именно о роке, который мне больше всего нравится. Ну вот, такие у меня пристрастия. В роке самое главное, пожалуй, это и есть ритм. Он прокачивает, он заставляет желать танцевать, он заставляет двигаться, он очень заводной. И если у вас нет нормального ритма, то, видимо, не получится нормальной песни, если мы говорим о сочинительстве, а не просто там исполнении коверов или, я не знаю, подыгрывании к кому-то. Но чтобы подыгрывать, нужно тоже играть ритмично. Даже если вы играете соло, вы должны играть его ритмично так, чтобы оно заводило, чтобы хотелось его слушать, чтобы хотелось там притопывать ногой, пританцовывать, ну или просто там, я не знаю, поднять так пальцы вверх и потрясти головой. Ну, для примера, я не знаю. Вот что-нибудь такое. Ну, видите, я сыграл его ритмично, то есть чувствовался ритм. И он как раз и задает жизнь музыки, задает жизнь року. Но вообще-то я хотел рассказать не совсем об этом, а о том, как играть и придумывать ритм. Есть разные способы, разные варианты. Ну, например, аккорды. Наверное, самый простой, самый первый, что только приходит в голову. Но есть блатные аккорды. Это я там, я не знаю, какой-нибудь. Е-Эм. А-Эм. Р-Э. Не знаю. Считается он блатным? Нет? Для меня, скорее, нет. Но и на блатных аккордах тоже нужно много чего построить. И получится даже интересно. Но главное не только на блатных строк, если вы играете рок, если вы хотите, чтобы получился нормальный рок, а использовать еще что-нибудь. Блатными они называются просто потому, что их часто используют в блатных песнях, так-то в них нет ничего страшного. И, уверен, во многих песнях, которые вы слушаете, которые вам нравятся, они очень часто встречаются. Это хорошие аккорды, обычные, не хуже и не лучше других. Так что, чего их зря хаять. Но все-таки, если мы говорим о роке, о каком-то движении вперед, о каком-то самосовершенствовании, то лучше все-таки брать не блатные аккорды сами по себе, как мы их называем, а какие-нибудь такие более интересные. Ну, не знаю. Из... Сейчас подвину камеру. Из простейших, ну, не знаю. Какой-нибудь вот такой-то Ж. Он же соль. Звучит уже лучше. Звучит так приятно, тепло. И не отдает блатновостью. Или, как бы сказать, блатником. Ну, конечно же, когда мы берем баре, то уже получаются совсем другие аккорды. Вот тот же аккорд. Аккорд с бареом звучит более мощно. Более глубоко. Такое, знаете, морское дно получается. Ну, конечно же, нельзя обратить внимание правые аккорды. Ну, вот мы сжимаем кварту и квинту наверху. Ставим баре. И вот у нас получается, допустим, ля минор. Тут же ля минор. Вот он, как он будет звучать по-блатному. В кавычках. Ну, в кавычках, потому что мы решили, что все-таки это не совсем блатные аккорды, а просто мы их так и называем. Внутри, вот, в кавычках, блатной аккорд. И тот же самый аккорд, но с баре. То бишь, вот с этим пальцем, переживающимися струнами. Ну, прекрасно знаете, я думаю, все это и без меня. Видите, он звучит более живо, более интересно. С ним сразу хочется что-нибудь придумать. Я там, не знаю, ну, на ходу что я придумаю сейчас. Ну, что-нибудь вот такое, например. И это все будет у нас ритм. Вообще, основные возможности написания и играния ритма на гитаре, они из чего состоят? Ну, во-первых, как мы уже выяснили, аккорды. Во-вторых, рифы. В-третьих, арпеджио. В-четвертых, пассажи. Ну, и, пожалуй, что и все. Ну, так вот. Начнем с аккордов. Потому что мы с них уже начали, продолжим. Закончим эту тему. Я начал придумывать свои треки, свои песни, свои заготовки, свои рифы. Назвайте, как хотите. Оно есть и то, и другое, и третье, и четвертое у меня. Именно начиная с аккордов. Но аккорды я все-таки брал с барре. Там у меня много power аккордов, про которые мы только что поговорили. Ну, вот, допустим, есть песня Showmaker. Она играется вот так. По крайней мере, основной риф для куплета играется вот так. Вот. И ничего сложного, как видите. Тут у нас идет вот аккорд. Ре. Ре. И дрон. И они повторяются. Тут надо вспомнить о уже небезызвестном принципе неудобности. Ну, тут он не в полной мере себя проявляет, но все-таки присутствует. Можно так хотим сказать. Мы сначала играем гордый полосходящий. Видите, вот. Здесь на грифе, потом выше. Потом резко переводим руку вот сюда. И не ставим тот же самый аккорд. То есть, только два пальца. Еще ставим третий. У нас получается мажор, а не минор. И потом мы хоп. И снова перемещаем вверх. Потом опять перемещаем вверх. Вверх, вверх. Хоп. Сразу вниз. И снова вверх. Удобнее было бы сыграть как? Я не знаю. Наверное, как-нибудь вот так. Видите, где размеренное движение руки. Где нету таких резких скачков, рывков. Где ритм не скачущий, не прыгающий. И где пальцы перемещаются вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз. Так же, как и с боем, собственно говоря. Бой очень важен в ритме. Вот мы можем играть как-нибудь, не знаю. Можем что-нибудь выпендриться и придумать. И как-то разнообразить этот штрих. Не просто вверх, вниз, вверх, вниз. Там, не знаю. Вот так вот как-нибудь. То есть, уже интереснее. Видите, много штрихов вниз, много штрихов вверх. Они переменяются с неожиданно. И все это разнообразит нашу песню. Все делает ее более оригинальной, более интересной. Вообще, я люблю такие, знаете, заводные рифы, ритмы. Что касается моей творческой философии, моего взгляда. Мне больше нравится заводная музыка, заводной рок. Конечно, баллады я тоже люблю. Вот ритм для баллад, он часто делается с помощью арпеджио. Он же перебор. Не знаю, получается что-нибудь вроде. Вот такое, что-то такое более мелодичное, более приятное. Собственно, когда мы играем арпеджио, для нас и должно быть основным, чтобы на выходе получилось что-то приятное душе, так скажем, Ложащиеся надо шоу. Если мы играем рок-песни, ну там даже хард-рок, скорее, я бы даже сказал. Учитывая, какой пример хочу сейчас привести. У меня получается что-нибудь вроде. Сейчас я вам сыграю риф, который уже играл в первом выпуске. Сыграю в выпуске втором. Это риф из песни Master of Wolves. Играется он вот так. Вот. Тут тоже сохраним принцип неудобности. Смотрите, сначала мы ставим баррэ, а потом еще это баррэ же, и двигаем вниз на до. И это, честно вам скажу, не очень удобно, особенно для тех, кто только начинает играть на гитаре. Клуба резко вперед и вниз. Потом Клуба резко назад, и двигаем, 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 двигаем. Все это играть, честно говоря, не очень удобно. Это играть не очень легко, но, поверьте мне, когда у вас получится, то будет все это делать гораздо приятнее, и будет результат получаться гораздо интереснее. Ну вот, значит, про аккорды поговорили, про пеши поговорили, рифы. Рифы могут быть самые разные. Можно дергать по одной струне, можно по две, по три. То есть, по одной, по две, по три. И у вас получается риф. В рифе главное, чтобы этот отрезок, который мы играем, постоянно повторялся. Чтобы была с одной стороны динамика, чтобы интересно было слушать, а с другой стороны, чтобы это было постоянно повторение, чтобы оно зажигало. Ну, не знаю, вот риф из песни Back on the Wheels. Это звучит довольно интересно. Хотя он, в общем-то, и простенький. Мы играем вот так вот. Вот. Ну, собственно, на этом повторении он строится, и по нему можно там, с песней такой, с водной драйвовой, типа там. Ну, вспоминайте, как с песней. Back on the Wheels, the Johnny Man of History. We were waiting for nothing, leaving for it. Ну, и так далее, и тому подобное. Вот риф из песни Summer Night in Kiss. Вот. Тоже, как видите, постоянное повторение. Да, он довольно простой. Ритм не очень простой. Меняющийся, прыгающий, заводящий. Но так само по себе песня и построение, ритм, ну, не сложные. Ну, он заводит, он приводит роковый эффект. А что касается пассажей. Пассажи, они хороши для соло. Вот. И хороши для некоторых рифов. Ну, допустим, для этого из песни Free Headed Monkey. Вот. У нас получился такой риф. Мы просто двигаем. Ставим здесь на один лад палец, здесь на один лад. На одной струне все играется. Ну, то есть по одной струне. Не на одной, но по одной. Потом вот здесь, вот здесь. Потом поднимаемся наверх. Тут играем. Тоже это не так уж сложно. Но, правда, придется посидеть, поучиться, чтобы это получилось. И об этом опять сквозит принцип неудобности. Потому что надо постоянно двигать рукой. Сначала вверх вертикально, горизонтально, потом опять вертикально. Снова горизонтально, снова вертикально. Вот сюда перемещаться. То есть, это все-таки довольно непросто. Когда у тебя рука постоянно движет, типа как в песне Сандер Страк. Если идите, но вы ее прекрасно знаете. Господи, как же она там играется-то. Я, по-моему, на это соотношаю. Ну, я сейчас не могу нормально сыграть, потому что я давно не играл. Вот типа того что-то. И то же. И Ангус Янг, хотя играет вроде бы 4 ноты. Ну, или там чуть побольше. Но он играет постоянно. И в течение песни, которая длится 5 минут, практически без перерыва, это, я вам скажу, крайне неудобно. Не просто сложно, а еще и крайне неудобно. Ну вот, так что на этом, собственно, и строится моя философия в плане ритма. Что касается гитары, электрогитары. То есть, если вам хочется сыграть простой прямой нампурно. Вот там, конечно, нет ничего плохого, но нету интересности, нету завода, скажем так. Не фабрики, а не заводят. А если вот так вот как-то. Видите, уже звучит совершенно по-другому. Тоже принцип неудобности. Двигаем так, так, сюда, сюда. Здесь переставил палец, здесь повернул. Так, вот такой непонятный какой-нибудь неудобный аккорд. Такой взять надо обязательно. Я не знаю, какой-нибудь вот такой. Одно тоже попроще. Обязательно вот в рифах нужно вот такой, чтобы пальцы двигались все время, но чтобы баре при этом стоял намертво на одном месте. Да, кстати, вот на этих построениях у меня там придуманы разные рифы. Там вот такой, например, с двигающимся баре, с пауэр-аккордами. Песня «When I Rock I Like To Shout». Вот песня «Inside». Видите, тоже постоянно баре устойчивый, никуда не слетает. Либо стоит на одном месте, если мы играем на одном месте. Либо сдвигается, но никуда не падает, ничего с ним не происходит. Это неудобно. Неудобно при нем, при зажатом баре, причем сильно зажатом, двигать пальцы туда вверх-вниз. Так что принцип неудобности, по крайней мере, в игре на гитаре, он все время сохраняется и все время себя подтверждает, все время себя оправдывает. Поэтому, ребята, хотите играть, придется играть неудобно. Ну, что поделаешь. Солярий. Это для меня тоже немного неудобно, тоже немного неприятно. Но я играю для себя, играю как могу, делюсь чем могу. И, надеюсь, вам мои советы понравятся. Но то, что принцип неудобности, он работает, ну, только это же хорошо. Хуже было бы, если бы не работал. И он, скорее, помогает, чем мешает. По крайней мере, когда вы научитесь играть, неудобно. Ставить пальцы, всякие заковыристые сочетания, играть всякие джазовые аккорды, которые совершенно ужасные, которые просто, ну... Ну, я не всех могу сыграть. И далеко не всех знаю, если вообще какие-то знаю. Я больше по року, по арк-н-роллу, по хард-року. По такой достаточно мощной, но простой музыке. Ну, не считая сулоги, я могу выпинариться, сыграть что-нибудь. Вот. Ну, это соло, оно соло. Тем хорошо, что оно соло, оно играет обычно не очень долго. Ну, мы берем опять же рок, хард-рок. Не берем прогрессив, хотя и там далеко не всегда бывают длинные номера соло-вставки. Заграл и забыл. А ритм, он все-таки достаточно простой. И не важно там удобный, неудобный, но он простой. И главное, чтобы он заводил. Ты можешь играть вообще буквально одну-две ноты. Но многим это понравится. Вот, например, риф из песни Dived in the Sands. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так. Ну, буквально мы бьем все время две ноты. На одном месте держим палец и получается неплохо. Может быть не очень оригинально, но неплохо. Достаточно заводно. Если не брать припев, это, собственно, вот эта часть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и так далее. Это все очень даже просто-просто элементарно. Так что принцип неудобности, он, конечно, работает, но не совсем всегда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И это тоже надо понимать, это надо помнить. Но это исключение лишь подтверждающее правило. Ну, так я считаю. Собственно, так оно и получается. Спасибо, ребят, что смотрите. Спасибо вам за фидбэк, которого пока нет. Ну, может потом будет, а может не будет, кто знает. Там посмотрим. Все, на этом у нас с главкой, с подглавкой второй закончено. Подумаю, о чем еще вам рассказать. А что касается главок 2 и 3, вокал и гармоника, ну, я, конечно, еще подумаю, попытаюсь что-нибудь на эту тему вам рассказать. Но не уверен, что получится. Потому что я-то, если я и на гитаре-то не особо играю, то на этом-то я вообще, считайте, не играю. И петь у меня получается так, как получается. Но философия моя все равно сохраняется, и что-то я из нее привношу в то, что делаю. Делаю для себя, записываю, как могу. У меня ни черта нет, ничего. Ну, инструмент разве, что там какое-то мало-мальски хорошее оборудование, чтобы для себя просто поиграть. А чтобы записать, чтобы как-то это продемонстрировать? Ну, нет. Ничего такого особенно нет. Никакой студийной записи я вам не обещаю. У меня и быть не может. По определению. Ха-ха-ха. Ну, вот все, что есть. Это я могу использовать. Вот так вот. Ну, извините. Чем богаты, как говорится, тем и рады. О чем я уже, собственно, написал в предварении к первому выпуску своей творческой философии. Так что, если вам это интересно, продолжайте смотреть. А я буду готовить новые выпуски. Сайонер. Пока. 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 Пока.